Приветствую вас, друзья! Ну, как и обещал, разберем игру Спартака и ЦСКА. И знаете, когда думал, о чем я буду говорить, у меня на ум пришли несколько вопросов. Около десятка вопросов к нашему тренерскому штабу. И, в принципе, сейчас я начну с этих вопросов, вы сами поймете, о чем вообще речь, и что это была за игра. Вообще, вот первый вопрос такой. Где прессинг, который наигрывали? На сборах. Где он вообще был сегодня? Даже подобие прессинга. Что-то было, они как бы прессинговали, но всегда ждали в центре. Тем более, три центральных полузащитника сегодня играли, и я не понял вообще, где прессинг был. Ни высокого, ни в центре поля. То есть, коллективного прессинга не было. Но это первый вопрос. Это не о чем. Дальше вопросы будут намного интереснее. Мне было вообще непонятно вот эта первая замена, которая Ларсона поменяли на Зобнина. Я считаю, что Зоблин был лучшим из центральных полузащитников, который неплохо смотрелся в отборе и неплохо в созидании. И почему именно Ваноле поменял его, мне это было непонятно. Да, пусть Ларсон должен был выйти, я согласен, но поменять нужно было Мартинса, потому что он совсем не вписался в игру, у него дрожали ноги, он такое ощущение, что он где-то сфонаел, вышел первый раз играть в высшую лигу, и тут он как бы очканул. Это мой второй вопрос. Следующий вопрос. Почему Джикию поменяли на Хлусевича? Ну, Хлусевич, пусть. Я имею в виду, почему Джикию поменяли? Игра и так не шла, некому было взять роль капитана на себя, был единственный Джики, который шел вперед, который давал какие-то диагонали на Мозеса, и тут вдруг оставляют Литвинова, хотя Литвинов отыграл хорошо, оставляют Джиго, ну, Джиго так же, как и Литвинов, так же, как и Джики, участвовали в атаке, но почему меняют капитана? Тем самым это может быть в раздевалке и между игроков какой-то разговор против тренера может пойти даже, потому что они, скорее, сами не могут понять, почему он это сделал, почему... Вы сами понимаете, когда меняют капитана, тут уже вопросы должны задавать уже тренеру, и игроки уже думают совсем по-другому. То есть тренер, получается, запутался. Видно было сразу, что он запутался, он не знал, что делать. Он думал, что в российской премьер-лиге, наверное, играют, не знаю, юнцы какие-то, и не умеют защищаться, не умеют атаковать, но это, наверное, как и Ру Витория, который выиграл кубок пари-матч-премьер, и когда вышел играть уже первую, вторую, третью игру, он понял, что попал совсем он не в простую лигу. Наша лига, кстати, очень непростая, тем более мы играем... Многие защищаются, да, нужно вскрывать оборону, но, извините, есть... И тем более с нашей командой, с нашими исполнителями мы не можем играть первым номером. Следующий вопрос. Где Игнатов? Почему не поменять было у Мярова, допустим, на Игнатова? У Игнатова было столько брака, очень много брака, вообще у всей команды было много брака, но в центре поля было это просто запредельно. у Мярова не конструировал атаки, то, что умеет делать Игнатов. Игнатов в обороне плохо отыгрывал, немного ошибался. Вот я спрашиваю, где Игнатов? Где замена на Игнатова? Следующий вопрос. Где Бакаев? Обострение, скорость, создание атак, зарабатывание штрафных и хороший удар. Где Бакаев, который лучше всех себя проявлял на сборах? Если здесь, опять же, вмешивается Зарима и компания, и таким образом как-то они хотят избавиться от него, то я считаю, что такой шаг могут просто не понять болельщики. Лично я этого не пойму, потому что Бакаев, он один из лучших в данный момент, тем более он наш воспитанник. И продать его за копейки, допустим, даже как продали понцы, которые трудяга. Не знаю, я этого не пойму. Это опять вопрос тренеру, вопрос спортивному директору и руководству. То есть вопросов накопилось много. Из этого, из-за всего мы понимаем, что игра у нас не сложилась. И, скорее всего, мне показалось, что замены были неправильные. Неправильные и неправильно направленные. Ну, такой вопрос, который сейчас задам, это я уже об этом говорил до этого, почему столько брака? Вообще, почему команда не уверена себя чувствовать с мячом? Я не понимаю. Не сказать, что ЦСКА играла быстрее, чтобы делать столько брака. И не сказать, что мы неслись в атаку, играли в одно касание. Но в простейших ситуациях терять мяч, сколько раз обрезал Умяров, Литвинов и Мартинс. Это вообще про него отдельный разговор. Но я про него говорить не буду, потому что практически вся команда отыграла одинаково. Такой вопрос. Почему защитники в атаке играют лучше, чем игроки нападения? Мне тоже непонятно. Я их просто выписал немного вопросов. Вообще, почему команда не уверена в себе? Играем дома. Нет инстинкта бойца. Даже при Витории было не так. Может, ты орешь ваноль на них так, что они превратились в неуверенное говно? Я вообще этого не понимаю. Вы видели, как играла команда всегда дома? При поддержке своих болельщиков. Я не знаю, такое ощущение, что у них тряслись ноги. И зачем вообще вот эти вот последние игры сборов, которые ты прятал, для того, что и сказал, что у меня есть чем удивить ЦСКА? Хотя да, удивил. Удивил, конечно, что команда стала хуже, чем была даже при Витории. При Витории у них был хотя бы какой-то инстинкт бойца, инстинкт убийцы. То есть, понимаешь, они выгрызали. А тут как бы ваноль не менял схему, как бы он не менял игроков, для того, чтобы отыграться, либо забить хоть один какой-то там гол. То есть, ну, я считаю, что ничего не сработало. Ну и давайте пробежимся по схеме. Схема, которая сегодня была, она особенно при обороне, она была 5-3-2. И сразу было видно, что ваноле немного, вроде как бы хотел он, испугался он или не испугался, но тем не менее, он хотел сыграть прагматично, наверное, как бы от печки, чтобы туда бы не пропустить. И, возможно, мы сконструируем какую-то атаку и забьем. Но итальянец, у итальянцев обычно все получается в обороне, они должны хорошо ставить оборону. Но, тем не менее, мы пропускаем первый гол. Пусть мы пропустили, допустим, с ошибки, там штрафной была. Мартин совершил нарушение. Очень хорошо пробил Езен-Жи. Да, кстати, у ЦСКА очень неплохие новички. И трое из них, ну, двое, как минимум, играли сегодня просто великолепно. Они переигрывали центр Спартака и конструировали неплохие атаки. Были быстрее, техничнее, динамичнее все это. Второй гол прилетел тоже очень красивый. Это говорит о том, что даже в три центральных полузащитника мы играем, но защищаться, как обычно, Спартак не умеет. Поэтому, что тут сказать? Итог подвести можно к один. По игре, по одной, в принципе, судить невозможно. Потому что, скорее всего, сегодня Ваноле только познакомился с нашей лигой, с РПЛ. Он немного поймет, наверное, силу игроков, своих, силу игроков, наших противников. Потому что, скорее всего, как и Ру Витория, при начале сезона, при начале первых игр, он просто чуть-чуть недооценил. Хотя он хотел сыграть от печки, скажу так. Но было очень много брака. И знаете, даже можно, конечно, многие его винят, что виновен тренер. Да, там есть, по мне, там есть много ошибок тренерских, как по заменам, так и по тактике. Но сами игроки сегодня не показали. Не показали, что они хотят выиграть. Не показали на то, что они вообще способны. И я считаю, что игра у них просто не получилась. Даже, можно сказать, развалилась. Но когда столько брака, брак, считаю, что просто зашкаливал. Я надеюсь, что тут, после того, что мы проиграли, и на каком месте мы сейчас находимся. Я считаю, что у нас только одна надежда на Кубок России. Биться, биться, биться за Кубок. Выигрывать этот Кубок. Потому что других вариантов нет. Иначе сезон будет просто провален. И не знаю, как будет руководство смотреть на столетие нашего клуба. Ну, давайте просто пробежимся, потому что у меня уже эмоций нет. Эмоций нет еще со времен предыдущей игры в Сочи, который был разгроман, вроде как бы не по игре, но тем не менее. И я хочу дать оценку игрокам, потому что каждого игрока оценивать не могу, потому что все игроки играли на 3 с минусом. Я считаю, что они были полное говно. Но могу выделить только, которые сыграли чуть получше. Это Мозес, Жигой, Литвинов, которые сыграли на 3 с плюсом. В принципе, больше сказать мне тут нечего. Будем ждать следующей игры. Может быть, все-таки Ваноли извлечет какой-то опыт из этого и как-то перестроит игру. Может быть, все-таки он поставит Бакаева, может быть, поставит Игнатова, потому что эти ребята неплохо проявили себя не только на сборах, но и они проявляли себя в первой части сезона. Прерывы Витой они смотрелись неплохо. Кстати, Бакаев самый лучший был на сборах, я считаю. Поэтому, если, конечно, Ваноли слушает за Риму, чтобы не ставить этих ребят в основу, именно Бакаева, допустим, и не продлевает ему контракт, то я тогда не знаю вообще, что хочет клуб, и не знаю, мне стыдно за них. Так что, ребята, приходите на канал.